Здравствуйте, уважаемые друзья Вечер за бортом у нас сейчас 12 градусов И мы сейчас находимся в Даунтауне Выезжаем из парковки университета Конкордия И такой маленький вопрос, как раз связан с университетом, с учебой, с колледжем Меня спрашивают, насколько дорого или недорого учиться оплачивать учебу детям в колледже в Канаде Для тех, кто является, скажем, гражданами или резидентами Насколько сумма является подъемной или неподъемной Я так понимаю вопрос Смотрите, ситуация такая, что из тех моих знакомых У которых есть дети, которые учатся Примерно, наверное, процентов 30 из моих знакомых Они оплачивают учебу своим детям 70% у них ситуация какая, у оставшихся, у кого дети есть Ну и потому, что я еще наблюдаю Значит, либо дети оплачивают учебу себе сами То есть они работают, летом работают активно Они работают по вечерам И в итоге у них хватает денег для того, чтобы оплатить учебу И для того, чтобы им было на что жить И второй вариант Дети не заморачиваются Они просто берут протебурс То есть стипендию на обучение И, соответственно, они таким образом Живут как обычные студенты В плане того, что им оплачивают Финансовое учреждение учебу И плюс они получают стипендии в размере Ну, по крайней мере, раньше это было 700 с копейками долларов Все, таким образом, собственно, вопрос снимается Потому что, по большому счету, сама стоимость учебы в полугодие Для студента это порядка 2000 долларов У кого-то чуть меньше, у кого-то чуть больше Зависит от того, насколько студент, молодой человек или девушка Берет в себе большую нагрузку по учебе Потому что для того, чтобы считаться студентом дневного отделения Необходимо брать не менее 4 предмета По 3 кредиту, то есть 12 кредитов в полугодие То есть получается, что за весь учебный год Родители платят или студент сам платит за себя 4 тысячи долларов Как вы знаете, средняя зарплата в месяц В Канаде, ну, я думаю, что где-то около 3,5-4,5 тысячи долларов Это средняя Кто-то получает чуть больше, кто-то получает чуть меньше Кто-то получает, не знаю, там, 3 тысячи долларов Кто-то получает, не знаю, 5 тысяч долларов Ну, как бы то ни было Все крутится около этого Соответственно, заплатить 4 тысячи долларов в учебный год Это сумма, которая, по большому счету, ну, вообще, ну, они говорят даже нечего То есть любой человек работающий может тебе это позволить Поэтому, если говорить, возвращаясь с самого начала этого вопроса, да Если говорить о том, насколько подъемно или неподъемно Вообще даже не сумма, о которой надо говорить Она, естественно, подъемная И, во-вторых, вопрос только в том, по какому сценарию будут действовать родители Либо они оплатят ребенку чата своему учебу И плюс ребенок, допустим Тут же опять еще другая проблема В Северной Америке принято Принято так, что дети после того, как они заканчивают школу Или СЖ, после чего мы говорим про КВБ Они стремятся упорхнуть эротического гнезда Уехать в другой город Ну, воспринимают, типа, что это взрослая жизнь начинается Что они будут жить как взрослые, как большие Что они поменяют город, атмосферу, обстановку Тем самым будут набираться жизненного опыта И поэтому очень часто дети берут манатки и уезжают в другой город Или даже в другую провинцию Допустим, ты живешь в Монреале А принципиально езжащится, не знаю, в Шербрук Или в Виль-де-Кебек Или в Атау И там, и там, и там Это, условно говоря, два часа плюс-минус езды от Монреальной машины Естественно, туда не перезжают с концами Ну, как с концами? На время учебы Они не мотаются каждый день Два часа туда, два часа обратно Для того, чтобы Ночевать в отчим доме Либо еще хуже Человек родился в Монреале Закончился в Монреале А учиться уезжает куда-нибудь в, я не знаю В Британскую Колумбию Или в Торонто В общем, здесь принято так, да? Но есть определенное количество детей Которые говорят, что Да, ну, что-то мне лениво Или же, знаете, очень тесные связи между родителями и детьми И они говорят Мы остаемся здесь И сэкономим таким образом на учебе То есть ребенок, по сути, платит только лишь Четыре тысячи долларов в год за обучение А расходы на проживание у него равны нулю Потому что он продолжает жить у себя дома С родителями в своей комнате И, собственно, все Родители дают ему там на еду Продолжают покупать ему одежду Все то же самое, что было раньше То есть ребенок очень сильно экономит Таким образом на всяких там разных накладных расходах Либо же, опять же, все равно Ребенок идет работать Куда-то подрабатывает И он худо-бедно Себе деньги на карман Там, на проездной билет На еду На походы с друзьями По кафе Клубам там И прочим вещам Ребенок себе накапливает Да, то есть По большому счету Он экономит только на крышу над головой Но, как вы знаете Это самая большая затрата в Северной Америке Потому что Ну, не только в Северной Америке Да, потому что Ты, по сути, тратишь Около Ну, в среднем 600-800 долларов в месяц Для того, чтобы платить себе жилье Если ты работаешь И, точнее, не работаешь А живешь на стипендию То либо ты снимаешь Какую-нибудь комнатку маленькую Где-нибудь, да Либо живешь очень далеко от центра Либо снимаешь квартиру С кем-нибудь вкладчину Со студентами Другими же Так что Это уже другой вопрос Да, если мы говорим Возвращаемся к теме Насколько затратно Незатратно Оплачивать детям учебу Ответил, по-моему, уже все Исчерпывающе Что абсолютно не затратно Но Напоминаю о том, что я сейчас говорил Существуют другие совершенно расходы И существуют совершенно другие Штампы По тому, как дети живут После того, как они заканчивают школу Как они едут учиться Куда они едут учиться Почему они едут учиться Ну, я думаю, что Исчерпывающий на вопрос ответил Если будут какие-то дополнительные вопросы Спрашивайте, постараюсь ответить Всем откланивайте Всем хорошего дня И счастливо Пока Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok